Где-то за час до торжественного старта парковка перед входом в мемориальный комплекс Брестская крепость Герой была полностью заставлена автомобилями. Сюда приехали все те, кто желает поддержать идею народного единства, кто видит в этом особый смысл. Настроение хорошее, потому что сегодня солнечно, и я считаю, что такие автопробеги для меня самого личного очень важны, потому что мы едем с друзьями, с нашими активистами, да и просто тоже люди, граждане едут в этом автопробеге. И все едут действительно с радостью, и всем это интересно, потому что посмотреть нашу красивую область, красивую страну, тоже удастся уникальная возможность. У нас тут очень много друзей, очень много своих патриотов в Беларуси, которые нас встречают всегда радостно и тепло. Дальше мы пробег еще встретим всех, я так понимаю, наших патриотов, все присоединятся. Торжественное открытие автопробега «Символ единства» началось с возложения цветов к вечному огню. В знак того, что подвиг героев Великой Отечественной войны сегодня еще больше сплачивает те, кто ценит и знает историю своей страны. Чуть позже у звезды знаменитого входа в мемориал состоялась церемония открытия мероприятия и передача мешочка с зерном нового урожая участникам автопробега. Символизм этого ритуала в том, что такие же гостинцы водители будут получать на протяжении всего маршрута, чтобы после объединить. Напустные слова прозвучали для участников от почетных гостей и организаторов. Наша задача за эти короткие две недели, даже чуть меньше, объехать всю Беларусь, каждый район и центр. 118 городов нам предстоит объехать за это время. И очень приятно, что первым городом в этом списке будет Брест. Автопробег призван показать единство нашей страны и сплоченность регионов. На большой парковке собралось около 120 экипажей. Были и те, кто приехал отдельно и подключался к колонии в процессе перемещения. Поток автомобилей только выезжал со стоянки больше 15 минут. На протяжении всего перемещения, регулировать дорожное движение помогали сотрудники ГАИ. Следующей точкой большого маршрута, который, к слову, пройдет по территории всей области, стал полигон Брест. Здесь, кроме большой и интересной выставки, участников пробега ожидала встреча с губернатором региона Юрием Шулейко. Председатель Брестского облсполкома уверен, такие мероприятия объединяют людей еще больше, так же, как объединяет за столом хлеб. Конечно, это позыв патриотов Беларуси, да, создать новый подход, новую еще одну концепцию, еще одну фишку, которая заключает в себя собраться со всех областей, горсточку хлеба, испечь такой самый дорогой, самый открытый каравай. Так как мы сегодня первые находимся на границе, регион номер один, кроме того, мы первые закончили жатву, мы имеем второй результат по валу зерна в стране. Поэтому наша часть такого дорогого для Брещени в этом году тяжелого хлеба, он будет только солодить каравай от страны. В этом уверены и другие участники автопробега. Для некоторых из них Беларусь стала второй родиной. Садия Гаранина, уроженка Дагестана, уже больше 20 лет живет в нашей стране. Вообще я обожаю, обожаю Беларусь. Я сама с Россией, сама родом с Дагестана. Я прожила здесь больше 20 лет. Получила вчера гражданство. Это подарок автопробегу. Люблю, обожаю Беларусь. Я нашла очень много друзей. У меня теперь друзья по всей Беларуси. И мы все объединились. Минск, везде. И вообще я очень рада. Очень много у меня сейчас друзей, товарищей. Общения стало много. Родных и близких. Мы стали одну целую. Сотни километров дорог впереди у команды единомышленников. По пути их ждет встреча с большим количеством достопримечательностей и другими не менее воодушевленными белорусами. Эстафета Брестской области перейдет к Гродненцам. Продолжение следует...